Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я пищевой технолог, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. Сегодня мы с вами поговорим про желч, желчный пузырь и роль желчи в пищеварении. Итак, поехали! Желч это секрет печени, образуется он клетками печени, гепатоцитами, имеет слабощелочную реакцию, примерно 7,6-8,6. Далее мы с вами еще поговорим о том, что существует два вида желчи. Это пузырная желчь и печеночная желчь. И, соответственно, паж у них будет немного различаться. Желч выделяется клетками печени, гепатоцитами, и между приемами пищи она накапливается в желчном пузыре. Желчный пузырь это своего рода резервуар для хранения желчи. Там она более концентрирована, чем печеночная. Этим и отличается от печеночной желчи. И желч в желчном пузыре у нас скапливается и хранится между приемами пищи. При действии различных раздражителей, поступлении питательных веществ в 12-перстную кишку, вкуса, запаха, пищи, соответственно, желч выделяется через специальные протоки в 12-перстную кишку. Сначала опустошается желчный пузырь, и затем также желч может поступать и из печени. Какой же состав имеет желч? Во-первых, это жидкость, как я сказала. Она непрозрачная, мутного такого бурого цвета, со слабочелочной реакцией среды. И она состоит из желчных кислот, а точнее их солей. Это гликохолевая желчная кислота на 80% и на 20% таурахолевая. На процентовку вот этих желчных кислот влияет состав питания, и поэтому состав питания влияет самым прямым образом на образование камней в желчном пузыре. Также в составе желчи имеется холестерин, который тоже прямым образом сказывается, его концентрация на образование желчных камней, то есть тем, какие жиры поступают у нас из питания, углеводы, белки. Мы влияем на состав печеночной желчи, желчи, которая концентрируется у нас в желчном пузыре, и соответственно мы влияем на то, насколько у нас возрастут риски образования камней. Далее в состав желчи входит также желчный пигмент, это конечный продукт распада гемоглобина в клетках печени. Именно он придает печеночной желчи такой золотисто-бурый цвет. Далее различные жирные кислоты там присутствуют, аминокислоты, белки, холестерин, как я сказала, лецитин присутствуют, и также, конечно, присутствуют различные соли в виде солей. Когда желчь у нас образуется в клетках печени, она по печеночным протокам поступает в желчный пузырь, там она концентрируется. То есть в желчном пузыре желчь будет более концентрированная, она будет мутная, она будет уже непрозрачная, он не будет pH от 6 до 7, и эта желчь будет более богата слизями, билирубином, желчными кислотами, жирными кислотами, холестерином, но она будет меньше содержать воды, около 80% воды выходит из желчи через специальные микроворсинки, которые входят в состав одной из оболочек желчного пузыря. То есть желчный пузырь у нас имеет несколько оболочек, это сирозная, то есть брюшина, далее это глоткомышечная мускулатура, которая участвует в опорожнении желчного пузыря, она включается, это моторика нашего желчного пузыря, нашего ЖКТ, и далее это также слизистые такие вот выросты, это ворсинки различные, которые и впитывают в воду, всасывают, поэтому пузырная желчь будет более концентрированной. То есть у нас различают вообще два вида желчи, это более концентрированная пузырная желчь, и менее концентрированная, золотистого цвета, более прозрачная, это желчь печеночная. И та, и другая участвует в процессе пищеварения. Сначала опорожняется желчный пузырь, соответственно, по желчному протоку, который соединяется с протоком поджелудочной железы. Желчь выходит в 12-перстную кишку, где осуществляется переваривание жиров, белков и углеводов. И одной из главных функций желчи является влияние на переваривание жиров. Во-первых, она с помощью своей щелочной среды активирует фермент для переваривания жиров, липаза. Липаза участвует в расщеплении жиров до глицерина и набора жирных кислот. Далее также желчь участвует в эмульгировании жиров, то есть она как бы жиры разбивает на маленькие капельки, создавая тонкодисперсную систему. Можно представить как будто майонез, и там маленькие-маленькие такие вот капельки жира. И вот примерно так же разбивает желчь все жиры, поступающие в 12-перстную кишку. Это делается для того, чтобы липаза, фермент, легко подступил к желчным кислотам, вот к этим маленьким шарикам, и быстрее и легче все это дело переварил. И даже эмульгирование может быть таким тонкодисперсным, что вот эти вот маленькие-маленькие капельки могут даже всасываться через тонкий кишечник уже, и, ну, соответственно, участвовать далее в обмене жиров. Также у желчи очень важная функция – это влияние на моторику тонкого кишечника, то есть она включает моторику тонкого кишечника. И бактерицидная, конечно же, функция с помощью своей щелочной среды происходит обеззараживание поступившего комка пищи в том числе. Также желчь участвует в усвоении жиростворимых витаминов А, Д, Е и витамина К. Также если мы сравним концентрацию различных минеральных веществ в печёночной желчи и в пузырной желчи, то в пузырной желчи будет меньше ионов натрия, потому что они также вместе с водой выходят из состава желчи, и больше других ионов, но в среднем концентрация минеральных солей, за счёт того, что много ионов натрия выходит, натрий и хлор, да, поваренная соль, в пузырной желчи минеральных солей будет меньше. Что же у нас влияет на желчеобразование? Во-первых, это кишечные гормоны различные, это холецистокинин, это секретин, это гастрин. Также образование желчи стимулирует сама желчь, то есть само начало пищеварения и желчеобразование стимулирует дальнейшую выработку желчи. Но при этом желчь также участвует в печёночно-кишечном круговороте компонентов желчи, она всасывается в кровь через тонкий кишечник, и, соответственно, если в крови желчи много, то желчь сама регулирует своё образование, то есть она уже не образуется в печени. Если мало, соответственно, она образуется и поступает здесь в желчный пузырь. Натощак секреция желчи и желчного пузыря в 12-перстную кишку не происходит практически, то есть здесь она накапливается в желчном пузыре, и происходит поступление в 12-перстную кишку, как я сказала, при действии раздражителей и при действии вот этих вот гормонов, о которых я уже говорила. Также белок, полноценный именно белок животного происхождения является стимулом для желчеобразования. И также у нас существуют продукты питания, богатые жирами, которые делятся на холикинетики и холеретики. Холикинетики – это продукты, которые вызывают опорожнение желчного пузыря. Среди продуктов холикинетиков, то есть тех, которые влияют на желчевыделение из желчного пузыря, хорошо влияют желтки и яиц, именно поэтому их рекомендуют включать в состав завтрака. Также желчевыделению способствуют жиры именно животного происхождения, то есть это молоко, это птица, это различные животные жиры. Если говорить о растительных жирах, именно нерафинированных, таких как жиры в орехах, семечках, маслах первого холодного отжима, то они являются холеретиками, то есть влияют на накопление желчи. Поэтому в других приемах пищи также рекомендуется включать хорошего качества нерафинированные масла первого холодного отжима или не жареные орехи, семечки, которые не подвергнуты термообработке, потому что для нашего организма важны неокисленные жирные кислоты. При этом я хотела бы заметить, что многие люди считают, что бекон это очень хороший холикинетик, потому что там много насыщенных жиров, но там есть мононенасыщенные жиры и так далее. Обращу ваше внимание, что бекон это продукт, если вы покупаете его соленым, копченым, это продукт глубокой переработки и вот как раз для здоровья желчного этот продукт совершенно не оптимальный. То есть продукты должны быть монопродуктами, щадящей термообработки, это не должны быть продукты консервированные, это не должны быть продукты копченые, соленые, ну допустим как говядина, свинина, копченые, соленые, либо какие-то консервы. Яйца это классный на самом деле вариант, можно делать как жареные, можно отваривать здесь на ваше усмотрение. Как же происходит опорожнение желчного пузыря? Небольшими порциями происходит под действием гладкомышечной мускулатуры, перистальтики и также под действием гидростатического давления. Потихоньку небольшие порции желчи выделяют в 12-перстную кишку. Желчевыделение происходит непосредственно во время приема пищи и в течение 3-6 часов после приема пищи. Это зависит от состава, конечно же, нашей пищи и между приемами пищи, когда идут чистые промежутки уже, пищеварение, когда основное закончилось, то желчи у нас уже не поступает в 12-перстную кишку и она накапливается в желчном пузыре. Объем желчного пузыря примерно 40-80 мл. Это небольшой мешочек, который напоминает по форме грушу, но форма может изменяться в зависимости от опустошения или наполнения желчного пузыря. По объемам желчный пузырь примерно составляет 8-12 см в длину и в ширину 4-5 см, ну как я сказала, может немножко больше-меньше, в зависимости от растяжения под воздействием накопившейся желчи. Более подробно, как же устроить свое питание так, чтобы не было рисков возникновения камней в желчном пузыре, то есть как правильно свое питание сформировать с учетом жиров, количества холестерина, количества насыщенных жирных кислот, полиненасыщенных, чтобы риск образования камней был минимальным. На самом деле очень хорошая рекомендация по профилактике образования камней в желчном пузыре – это количество насыщенных жиров не более 1 трети от всех жиров. Жиры высокого, хорошего качества, потому что на самом деле от наличия полиненасыщенных жирных кислот в составе вашей еды, также от того, какие у вас поступают белки, какое качество, как они обработаны, то есть белок, допустим, рыба в кляре, много муки, пожаренная на подсолнечном рафинированном масле, конечно, это не оптимальный совершенно источник ни белка, ни жиров в рационе. Или картофель какой-нибудь, айдаха, пошли вы в ресторан, и там этот картофель подается в жирах, он жареный, там еще и к нему подлит какой-нибудь соус, тоже жирный, никакого признака нет полиненасыщенных жирных кислот. Или опять же, да, модные девочки пошли в рестик, заказали креветочки с пастой. Вокруг этих креветочек огромное количество соуса белого, понимаешь, что там много насыщенных жиров, все жирное вместе с десертом. Не стоит вообще удивляться тому, что через несколько лет можно будет обнаружить камни в желчном у себя в организме. Поэтому модненькие фоточки модненькими фоточками, а здоровое питание строится дома у вас, на кухне, для вашей красоты и здоровья. Мимолетные фоточки они так, знаете, сделали рядом с красивой тарелкой, наполненной простыми углеводами, типа макарон, кучей рафинированных жиров, практически ноль клетчатки, практически ноль эссенциальных нутриентов, антиоксидантов, витаминов, какие там в макаронах витамины, да, все это к нулю сводится. Да, кулинарный жир в составе соуса. И не нужно тогда надеяться на высокий уровень энергии, на здоровье органов и систем организма, в том числе и после данного приема пищи. Да сразу спать захочется, никакой энергии не будет после такого тяжелого приема пищи. И, соответственно, на долгосрочную перспективу. Какие здесь могут быть результативные тренировки, если нет нормального количества витаминов группы В, магния, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон из свежих фруктов, овощей, зелени, а вместо фруктов свежих на десерт какой-нибудь сладенький сахаро-жировой очередной комок. Ну, по-другому и не сказать. В общем, мы сами с вами влияем напрямую. Каждый раз, когда мы что-то едим, кладем себе в рот, на то увеличиваем ли мы риски образования желчных камней. Каждый раз, когда мы выбираем булочку вместо фрукта после еды, или заедаем булочкой наше типа плохое настроение, хотя можно прекрасно пойти в зал и вот там-то выложиться на все сто, и потом сделать полноценный прием пищи хороший из сложных углеводов, твердого белка и пищевых волокон. Каждый раз, когда мы выбираем вот эту булочку, мы повышаем риски камнеобразования в желчном пузыре на фоне остального несбалансированного рациона. Конечно, я здесь не говорю о том, что булочки нельзя, но нужно на самом деле очень хорошо подумать, а так ли круто сбалансирован ваш рацион, чтобы вы себе еще и трансжиры с легкоусвояемыми пустыми сахарами в рацион вводили. Подумайте о своем организме, подумайте о своем теле, что вы хотите от вашего уровня энергии каждого дня. Тему, как же составить свой рацион так, чтобы снизить риски образования камней в желчном пузыре, о профилактике камнеобразования мы подробно говорим на моем курсе «Искусство здорового рациона», на что именно и в каких количествах обратить внимание особое в своем питании. И, конечно, подключайте физическую активность. Это всегда движение, это движение кровотока, движение лимфы. Лимфа, кстати, движется только когда мы сами движемся, когда мышцы двигают, в том числе влияют своими сокращениями на лимфатические сосуды, и там движется лимфа. Никакие продукты, какие-то волшебные таблетки не влияют на ток лимфы. Только мы и наша попочка, поднятая с дивана и поставленная куда-то под штангу и делающая прекрасные приседания. С вами была Мария Сафина, пищевой технолог, нутрициолог. Если вам важно ваше здоровье и профилактика камнеобразования, буду рада видеть вас на моем курсе «Искусство здорового рациона». Почитать подробнее про него можно здесь, по ссылочке внизу. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я делюсь различными интересными новостями и событиями, и мотивацией. Ссылочка на канал здесь, внизу. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Будьте здоровы. Пока-пока. Увидимся в следующих роликах.